Всем привет! Сегодня пустые баночки. Их у меня собралось не так уж много, но тем не менее есть о чем поведать. И давайте, наверное, начнем с средств для волос. Сейчас лето, я мою голову постоянно, мою голову каждый день. Я люблю это ощущение свежести, чистоты и не люблю использовать сухие шампуни летом. Но тем не менее, один тут все-таки есть, крышечка где-то потерялась. Это Батист, как обычно, Ориджинал. Кстати, Ориджинал мне нравится не очень, но этот я покупала где-то в стационарном магазине, по-моему, в Сельпо, либо в Эпицентре. И просто не было других. А я очень люблю Тропический и XXL Volume, который. Больше нечего о нем сказать, так уже все сказано. Дальше, следующее средство. Это будет вот такой кондиционер Ивроше Репеер, восстанавливающий с маслом ЖЖБА. Он очень вкусно пахнет, только не маслом ЖЖБА он пахнет, он пахнет цветочками. Цветочно-конфетный аромат. Неплохо восстанавливал волосы. Точнее, не то чтобы восстанавливал, он их просто увлажнял и для ежедневного применения был достаточно хорош. Учитывая тот факт, что в моем районе, в Киеве, достаточно жесткая вода, я скажу, что он хорошо работал. Если бы вода была мягче, было бы еще лучше. Поэтому, да, средству плюсик. Еще одно средство от волос, это маска Джон Фрида. Full Repair. Полное восстановление, увлажнение и спасение волос. Начну с того, что пахнула она, конечно, бомбезно. Еще скажу, что баночка обманка, потому что тут внутри не будет видно, но дно где-то вот на этом уровне. То есть маски немного, мне ее хватило меньше, чем на месяц. То есть буквально где-то на 8 применений, плюс-минус. И она очень хорошо восстанавливала волосы, буквально впитывалась в них. То есть я наносила ее на влажные волосы, помыла шампунем, смыла шампунь слегка, выжила волосы и воспользовалась полотенцем. Просушила их немножко и после наносила маску. И маска действительно впитывалась волосами. Мне хотелось буквально через минуту нанести еще, что я в принципе и делала. Может быть поэтому мне ее хватило на такой короткий срок. И очень были хорошие волосы, увлажненные, гладкие, послушные и напитанные. То есть они как будто бы немножко толще становились. У меня сами по себе волосы прямые и тонкие. Но их достаточно много, единственное, что они тонкие, поэтому объема постоянно не хватает. И эту маску я очень советую, если у вас есть возможность попробовать, обязательно купите. Она не бюджетная, так скажем, но и не супер дорогая. Это что-то среднее. И если смотреть на состав, он неплохой. Тут есть спирты в составе, но это не тот спирт, который сушает волосы. А другой, которого не стоит бояться. И еще два средства для волос. Они из одной линейки. Называется Пьелор. Я рассказывала уже о них вот в этом видео. Посмотрите, если интересно. Это шампунь и кондиционер. Они, опять же, для восстановления, для сухого волоса. Я всегда летом стараюсь использовать именно такие средства. Несмотря на то, что кожа головы у меня склонна к жирности, а кончики, наоборот, сухие. Но я использую шампунь для сухих волос летом, потому что все равно мою их каждый день. И еще плюс их пересушивать дополнительно не хочется. Что могу сказать? Шампунь неприятной консистенции. Это первое, на что я обратила внимание. Он как желе. Соскальзывает с рук. Его очень сложно распределить даже на ладошках. Но он неплохой. Он неплохо моет волосы. Я не скажу промывает. То есть это не такое, знаете, промывание до скрипа. И пахнет, я уже говорила в этом видео, березой. Березовым веником. Баней русской. Кстати, это фирма турецкая. Но вот такая у меня ассоциация. Кондиционер мне очень понравился. Он пахнет уже по-другому. Просто каким-то косметическим средством. И он мне понравился больше, чем вот этот от Ивроше. Потому что он, я не могу сказать, что он давал больше какого-то увлажнения или восстановления для волос. Просто, скорее всего, в тандеме они работали лучше, чем этот кондиционер с каким-то другим шампунем. И один лайфхак. Я думаю, что о нем очень многие уже знают, но никогда не лишним будет напомнить. Я не буду выбрасывать вот эти два тюбика, потому что тут внутри еще достаточно много средства. Я разрежу их пополам или где-то в другом месте, где посчитаю нужным. И как минимум на один, а то и два раза мне хватит использования. Поэтому, если у вас в таких тюбиках, неважно, это крем, шампунь, кондиционер, бальзам и так далее, то последуйте этому совету, вы не пожалеете. Потому что мы действительно выбрасываем в мусор кучу денег, не распечатывая по полной вот такие тюбики. Дальше витамины. Обе баночки из iHerb. Обе баночки детские. Я начну вот с этой, это 21st Century с экстравитамином С, мультивитамины, 150 штук по одной штучке в день. То есть хватит их на очень долго, они достаточно бюджетные. И выбирала я их по содержанию сахара. То есть, конечно, я обращала внимание на витамины, которые содержатся, но мне хотелось взять те, в котором сахара минимальна. Почему я говорю минимальна? Потому что непросто, мне кажется, вообще невозможно найти детские витамины, в которых сахара бы не было. Тут полтора грамма в одной штучке. И это немного, поверьте, потому что у большинства от 4 и выше. Они в форме мишек. Тут есть несколько вкусов, и сыну они очень нравились. То есть они сладкие с лёгкой кислинкой. Но я не заметила какого-то особого эффекта от них. Плюс сын всё-таки простыл. То есть он переболел во время приёма этих витамин. Поэтому я не думаю, что они какие-то суперкрутые. Просто как баловство. Да, но именно в целях сохранения здоровья скорее нет. Чего не скажешь о этих витаминах. Это витамин Code, Garden of Life. И это не дешёвые витамины. Тут 30 штук. Я где-то вот здесь напишу, сколько они стоили. И здесь рекомендуют принимать по 2 витаминки в день. Но я давала сыну одну. Он, мне кажется, слишком маленький, ещё для полной дозы. И опять же, тут мало сахара. Всего 1 грамм. И куча разных витаминов. Что, конечно же, плюс. И ещё один плюс, самый жирный и большой. Это то, что он принимал это во время авитаминоза. То есть в период весенний, когда дети поголовно болеют. И не заболел ни разу. Ну, ни разу. Тут всего месяц их принимать. Но тем не менее. И после он тоже, по-моему, не болел. Поэтому я их очень советую. Плюс ко всему. Одни плюсы. Это сырые витамины. То есть это витамины, которые, скажем так, взяты из естественных продуктов. Из ягод, фруктов, овощей. И практически не переработаны. А теперь о минусах. Эти витамины идут меловые. То есть они по ощущению во рту как мел. Да, они сладенькие. Но мне лично было неприятно. Я, конечно, попробовала одну. Сын их ел. Не скажу, что прям с огромным желанием и удовольствием. Но даже сам просил. Поэтому я думаю, что осенью я закажу их же. И, скорее всего, сразу большую баночку. Потому что гораздо выгоднее. А так, да. Я их очень советую. Обязательно внизу оставлю ссылку. Еще немножко косметических продуктов. Уже сто раз говорила о таких полосках для Т-зоны от Черных Точек. Компания Виа Бьюти. Покупаю их постоянно в масштабах оптовых уже. И действительно, это лучшее, что я пробовала. По крайней мере, из этого ценового сегмента. Дальше спасение моей кожи в весенний период. В период, когда все вокруг сохнет. В том числе кожа на лице. Это мазь Бипантен. Я, вот правда, не могу без нее жить. И нигде, и ни за какие деньги еще не встречала аналогов. Это мазь, которая восстанавливает вашу кожу. Помогает восстановить не только ее внешний вид, но и какой-то барьер. Чтобы кожа дальше продолжала чувствовать себя хорошо. Я снимала отдельное видео об этой мази. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Потому что мне кажется, это действительно хорошая замена. Косметологическим средством, косметическим кремом и так далее. Но это не увлажняющий крем, а скорее питательный. Поэтому на зиму, весну и позднюю осень он просто незаменим. Следующее это черная подводка от Catrice Caligraf Ultra Slim Eyeliner. Она до сих пор немножко пишет, рисует, но мне она жутко не понравилась. Потому что оставляет после себя очень много проплешин. И знаете, такое впечатление, как будто она слишком водянистая. То есть хочется провести одну линию сверху, еще одну и так вот несколько раз. Что, конечно же, очень неудобно. Хотя сам носик... Давайте я попробую. Видите, сам носик достаточно длинный и удобный. То есть, в принципе, если бы не манера письма, манера рисования, так скажем, то все было бы хорошо, а так нет. Я, по-моему, покупала по советам блогеров. И очень сильно разочаровалась. Я им практически даже не пользовалась. И последнее на сегодня, но не по значению. Если было бы по значению, скорее всего, это было бы в первых рядах. Гидролат Нироли. Гидролат это что-то типа отвара или отжима полезных каких-то трав. Есть гидролат розы, гидролат лаванды, гидролат мяты, нироли, жасмина и многих-многих других. И это что-то вроде тоника, но абсолютно натуральный. То есть, в этом гидролате состав гидролат цветов марокканского горького апельсина. Все. То есть, это и есть нироли, это горькие цветочки горького апельсина. У меня фирма Органика. Я покупала в... у нас есть магазин экологически чистых продуктов, называется Здорова. И там представлено много таких гидролатов. Они все в стеклянных баночках темных. Удобный тут дозатор. Кстати, что-то еще осталось. И это просто спасение, особенно для обладателей жирной и склонной к жирности кожи в летний период. Если у вас постоянно возникает жирный блеск, вы буквально не можете пользоваться даже обычным легким увлажняющим кремом, то это супер средство. Оно и увлажнит, и освежит, и оздоровит вашу кожу, и ни капли какого-то жирного блеска не принесет. Конкретно гидролат нироли, потому что, например, гидролат розы, он более увлажняющий. И у меня он тоже был, но, так скажем, любовь у нас не случилась. Неплохое средство, но я не стала и не стану его повторять, потому что, во-первых, я не очень люблю аромат розы в косметических средствах, и это основная причина. А во-вторых, потому что все-таки мне, я не скажу, что прям утяжеляло или сильно жирнило кожу, но все равно нироли гораздо лучше, он выигрывает в этом плане. И тут выделено три основные свойства этого гидролата. Это регуляция секреции сальных желез, сужение пор и выравнивает цвет лица. Тут написано на украинском. 100 мл, оно стоило около 200 гривен. Это в районе 8 долларов плюс-минус. И я обязательно куплю еще и буду покупать, по крайней мере, весна, лето и ранняя осень 100%. И как я им пользовалась? После душа, допустим, если я сегодня хочу нанести гиалуроновую кислоту, после душа я сразу же пшикала на лицо это средство, потом гиалуронку, гиалуроновую кислоту, и если хотела, точнее, не если хотела, а обязательно сверху крем. Если я, допустим, чувствовала, что это будет слишком, если на улице слишком жарко и влажно, то я просто сбрызгивала после душа лицо этим средством и все. Этого было достаточно. Повторюсь, у меня кожа скорее сейчас уже нормальная, но немного склонная к жирности. Раньше была комбинированная склонная к жирности больше. И это средство рекомендуют, кроме всего прочего, разбрызгивать даже на волосы. То есть настолько хорошие составы у гидролатов обычно, вы, конечно, проверяете, потому что, возможно, есть и не очень хорошие фирмы, я уж не знаю, не встречала. Но, тем не менее, настолько полезно это средство, что можно даже деткам слегка сбрызгивать, допустим, тело для того, чтобы было не так жарко. И можно использовать вместо термальной воды. Конечно, это будет не совсем бюджетно, но очень полезно. Поэтому, если вдруг у вас было желание попробовать гидролат, не упускайте возможности, обязательно пробуйте. А на этом все. Я благодарю вас за внимание. Желаю всего самого доброго и пока-пока!